Здарова, народ! Новье подъехало! Рад вас видеть! Я решил продолжить движ с фотошопом и блендером, так как в прошлый раз увидел интерес к этой теме. Сегодня я покажу, как упростить себе жизнь и сэкономить время при работе в связке блендер плюс фотошоп. Просто представьте, у вас есть сцена в блендер или просто какой-то предмет с деталями на нем. Вы перекидываете это в фотошоп, и для того, чтобы работать с отдельными частями этого элемента, вам не нужно будет его выделять вручную, как обычно. Потому что за вас это сделает специальный слой с масками. Интересно? Тогда обязательно ставь лайк и подписывайся на канал, если еще этого не сделал. Так я увижу, что тема огонь, и буду чаще делать подобные видео. Ну и, конечно же, я должен сказать пару слов про батл. Прием работ на фотошоп батл по теме Человека-паука закончился пару дней назад. Я все еще отсматриваю работы, поэтому немножечко терпения. И в свежем посте у себя в Инстаграм я спросил, как подвести итоги. Получил на самом деле много фидбэка, и на всякий случай еще спрошу тут. Есть три варика. Первый — это сделать отдельное видео по батлу с работами участников. Второй — это провести стрим. И третий — это в следующем видео уделить минуту-две по теме и подвести итоги. Что думаете на этот счет, обязательно напишите в комментариях. От этого и буду отталкиваться. Спасибо. Знаете, среди моих подписчиков есть много людей, которые никак не связаны с творчеством в профессиональном плане. Им просто интересно смотреть за процессом. И некоторые из них пишут мне в личку про то, что хотели бы сменить сферу деятельности в сторону креатива. Но сталкиваются с большим количеством вопросов и по большей части со страхом начать новое. Как раз для вас у меня есть хорошая новость. 16 по 21 августа на образовательной платформе Skillbox пройдет бесплатный карьерный онлайн-марафон «Что делать?» по направлениям дизайн, программирование и маркетинг. На марафоне Skillbox с помощью экспертов и практикующего психолога вы составите план карьерного развития до конца 2021 года. Примерите на себя одну из прибыльных диджитал-специальностей и поймете, что делать дальше. Вас ждут 15 спикеров-экспертов из Skillbox, Сбербанка, Вайлдберис и других топовых компаний. Познакомитесь с профессиями Data Scientist или веб-разработчик и узнайте про лайфхаки интернет-маркетолога. А еще вас ждет консультация практикующего психолога, который подскажет, что делать со страхом неизвестности и как решиться на изменения. Участие абсолютно бесплатное. Чтобы получить доступ к онлайн-занятиям, нужно просто зарегистрироваться по ссылке в описании. Итак, я запустил блендер и открыл сцену, которую я делал для арта с Человеком-пауком. И сейчас покажу, что да как. Первым делом идем в вот эту вкладочку и включаем Mist. Здесь должна стоять галочка. Затем переходим во вкладку Render Properties и выбираем движок не Cycles, а Workbench. Здесь все также можно переключать режимы отображения. И когда вы переходите в режим Viewport Shading, то ничего не увидите. А для того, чтобы был Result, вам нужно выбрать вот здесь во вкладке Lightning Flat. Затем Random. Убедитесь, что вот здесь вот у вас не стоят галочки. Это все убираем. И для того, чтобы в Photoshop было удобнее работать, мы идем вот в этой вкладке. Все также находится внизу. Прокручиваем Color Management. Здесь sRGB, Filmic, Exposure по нулям, Гамма единица. И вот здесь ставим галочку Use Curves. То есть использовать кривые. И здесь нужно просто чуть-чуть сделать поконтрастнее эту картинку. Вот таким образом просто S накинуть. Ну и наконец-таки нажимаю на Render, Render Image. Либо F12. Это горячая клавиша. И так теперь идем Image, Save As. Открываем Photoshop и закидываем общий рендер. Поверх закидываем то, что получилось в Workbench. И это должно выглядеть вот так. И смотрите, какая фишка. Я выбираю Magic Tool. Можно также использовать горячую клавишу W. Когда вы выделяете слой, выбираете Magic Tool. И кликаете, например, на фару. Затем зажимаете Shift. Кликаете еще раз на фару. Отключаете этот слой. И, например, создаете просто кривые. У вас автоматически создается маска. Вы на нее кликаете. И можете корректировать эти фары ровно так, как они есть. Например, цвет видоизменять. И более того, для того, чтобы быстро выделять, вам не нужно абсолютно включать каждый раз вот этот слой. Вы можете просто на него навестись. Взять Magic Wand Tool вот этот. И, например, нажать на дверь. И она выделяется. Теперь опять создаете кривую. Или там Hue Sitteration. Не знаю. Все что угодно. И вот вам быстрое выделение. Ну, а что с этим делать, я думаю, вы, наверное, догадываетесь. Ну и как вы понимаете, это очень сильно сокращает время на посте. Потому что вам не нужно брать, например, полигонал Lassa Tool. И вот таким вот образом выделять дверь. Просто зацените, сколько это занимает времени. Плюс это может быть не идеально, потому что у вас там дрогнула рука или еще что-то. И не требуется только внимания. Теперь я это отменяю. Просто навожу на слой. Беру этот инструмент. Кликаю. Все. Готово. Можно взять какую-нибудь текстурную кисть. Например, вот такую. Создать новый слой. И наложить какую-нибудь вот такую грязь. Сейчас я просто делаю грубый пример. Закидываем его в Photoshop. Screen. Все как обычно. Я это убираю. Окей. Но что делать с колесом? Можно опять же взять Lassa Tool. И вот таким образом, ну понятно, что более аккуратно это убрать. Но можно использовать этот слой. Берем опять Magic Tool. Клик. Клак. Матфака. Есть косячок. Сейчас я про это расскажу. Выделяется не отдельное колесо, а вся вот эта вот система. Потому что она выделена одним цветом. Кликаю на дым и нажимаю на маску. И таким образом появляется дым из-за колеса. Ну и еще один важный момент. Это, как я и сказал, что в некоторых моментах эта штука может просто не распознавать границы. Как, например, вот здесь. Колесо находит на будку. Как решить эту проблему? Как, собственно, и вот здесь. На самом деле очень просто. Кликаем на колесо. Переключаемся на материал во вкладке цвет. Идем в настройку материала. И в Viewport Display выбираем цвет. Например, это будет зеленый. Ну и теперь я просто рендерю. Если это касается всего лишь нескольких частей, которых вас смущает. Типа, как вот этот глушак, железяка. Вот это колесо, которое перекрывает будку. То, в целом, еще одного рендера достаточно. Тем более, это занимает пару секунд. Перекидываете опять это сверху. Например, выделяете. Например, опять создаем кривый. Делаем колесо ярче. Контрастнее. Не знаю, как хотите. Если, например, нужно как-то отредактировать будку. То я просто кликаю. Выделяю вот таким образом эту будку. Потом создаю кривый. Допустим, если это касается цвета или контраста. Чтобы было видно, я, например, вот так вот изменю цвет. Потом просто кликаю на верхнюю там, где у меня отдельно выделено колесо. Кликаю на колесо. Возвращаюсь на корректировочный вот этот слой. И заливаю черным. Alt Backspace. И все. И таким образом у меня будка изолирована. Такая же схема работает и сверху вот здесь. Ну а в итоге, если вы не знаете, то у меня получилось вот что. Если не смотрели видос, обязательно посмотрите. Ссылку можете найти вот здесь вот сверху в углу. Субтитры сделал DimaTorzok